Доброе утро, Заречный! Вот и наступил последний зимний месяц на календаре 3 февраля. В Мексике, кстати, сегодня день Конституции. А еще 3 февраля – день основания Коммунистической партии Вьетнама. Ого, ну это все как-то не наше. Хорошо, вот тебе наше. В 1920 году в РСФСР было образовано государственное хранилище ценностей. В 1925 из Большого театра СССР впервые транслировалась в прямом эфире радиопостановка оперы «Князь Игорь Бородина». С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы. А вот я знаю, что 3 февраля 1966 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе океана Борь и передала там первую лунную фотопанораму. Здорово! Хочется уже самой совершить что-то славное. Но к подвигам нужно как всегда подготовиться. Зарядка на утреннем канале. Доброе утро! Вас приветствует спортивный клуб «Манго» Наталья Александровна Автаева. Сегодня мы предлагаем зарядку для самых ранних пташек. Предлагаем начать с самых простых упражнений, которые помогут вам проснуться. Делаем вдох. Раскрываем грудную клетку. И выдох через рот. Округляем спину. Еще раз вдох. Вдох делаем через нос. Выдох. Перед рот. Вдох. Старайтесь каждый раз добавляйте еще больше амплитуды. Слышите, налейте хорошо. С выдохом снова округляем спину. Опускаем руки. Следующее упражнение будет подъем на носки. Обычно как все привыкли делать. Это упражнение поможет крови активнее циркулировать в ваших ногах. Это также поможет избежать варикозного расширения вен. Постарайтесь в этом упражнении даже подбирать еще ягодицы для большей эффективности. Можете делать в своем темпе. Комфортно для вас. И последний раз. Отлично. Теперь следующее упражнение на растяжение грудных мышц. Мы делаем вдох. Добавляем прогиб. И на выдохе мы опускаемся вниз. Внизу постарайтесь полностью расслабиться. Колени остаются отнутыми внизу. Вдох. Максимально для себя прогиб. Выдох. Полностью снова расслабиться. Продолжаем также вдох. Почувствуйте натяжение в мышцах. Выдох. Опускаемся вниз. Отлично. И последний вдох. Все очень просто, но достаточно эффективно. Поэтому присоединяйтесь к нам и выполняйте вместе с нами. Следующее упражнение у нас будет на вытяжении передней поверхности бедра. Так как многие люди сидят либо сейчас, либо на работе. И эта мышца очень редко когда задействована в вытяжении. Отставляем одну ногу назад. Для большего удобства я могу встать к вам боком. Передние колено мы сгибаем. Сзади колено прямое. Делаем вдох. И на выдохе пытаемся как можно ниже опуститься. Здесь опускается прогиб в пояснице. Так как это просто вытяжение. Вы должны чувствовать вытяжение в передней поверхности бедра. Подъем наверх. Еще раз так же вдох. И с выдохом. Максимально можете увести голову назад. Расслабиться. Но когда вы стоите, опорная нога включает ягодицы. И возвращаемся. И то же самое на другую ногу. Также одна нога сзади. Колено сзади прямое. Спереди согнутая. Вдох. И на выдохе как можно ниже. Следите, чтобы колено сзади оставалось прямое. Вверх. Еще раз так же. Вдох. С выдохом. Я думаю, вы тоже чувствуете натяжение передней. Да, вам? Вам чувствует. И наверх. И еще последнее упражнение. На сегодня оставляем стопы шире ваших плеч. Делаем вдох. Вытяжение одной руки. И на выдохе опускаемся вниз. Вы здесь подключаете заднюю поверхность бедра, ягодицы. И наверх. Другая рука. Вдох. Выдох. Представьте, будто вы завязываете шнурки. Пытаетесь. Вдох. Вдох. С выдохом скручиваем корпус. Добавим темпы. Вдох. Если делать еще быстрее, будут похожи на танцы. Вдох. Выдох. И еще два повтора. Вдох. Выдох. Вверх. И последний. Вдох. Выдох. Вверх. Отлично. Соединяем стопы. Делаем вдох. Выдох. Еще раз так же вдох. Клубокик. Выдох. Хорошего вам дня. С вами был спортивный клуб Манго. Пока. Сереж, вот на прошлой неделе у нас закончился конкурс салатов. Мы все рецепты приготовили, опробовали, подарки раздали. И теперь мне нечем заняться. Ну, точнее, есть чем, но вот только по утрам хочется есть. И, знаешь, вот у меня основная дилемма, вот на завтрак, что мне есть либо бутерброд с сыром, либо бутерброд с колбасой. Представляешь, как это тяжело? Ну, вот что ты мне посоветуешь? Ничего не посоветую. Не, ну, честно посоветую обратиться к товарищам. Маргарита Кадацкая тебя накормит прямо сейчас. С сегодняшнего дня мы начинаем готовить завтраки прямо на студии в мультиварке. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня завтрак для вас будут готовить Эдуард Николаевский. И Маргарита Кадацкая. Эдик, сегодня мы будем готовить овсянку с яблочным пюре. Это вот ту овсянку, которую так не любил Генри. Баскервильд? Ну, он просто не умел ее готовить. Вернее, Берримор, вернее, даже его жена. А мы с тобой научимся готовить настоящую вкусную овсянку. Я готов. Но поможет нам сегодня в этом техника, умная техника, мультиварка Polaris. И с ее помощью наша овсянка будет еще вкуснее. А потрепь ко мне для начала яблочко. Давай. Давай. Вот, держи. Яблочко надо полностью потереть. Тебе силы хватит? Думаю, да. Хотя я уже, хотя еще не позавтракал, но я готовлюсь позавтракать. Давай. Желание позавтракать будет меня подгонять. Зачем мужчина на кухне, чтобы чистить лук, тереть яблочки, натерть? Красота. Вот я закончил натирать яблоко. Спасибо большое. На самом деле можно, конечно, использовать и яблочный сок, но я подумала, что сок ведь непонятно с чего сделан, да? Это же не всегда яблоки. Бывают же всякие гадости туда кладут. Ну, конечно, хочется все-таки завтрак из натурального. Да, хочется натуральный полезный завтрак, да. Поэтому мы все же решили использовать яблочко. Ну, если нет такой возможности, конечно, покупайте сок и вымеряйте стаканчиком. Вот два таких стаканчика сока как раз получится на объем той каши, которую мы хотим сделать. А скажи, пожалуйста, сколько у нас объем стаканчика? 160 миллилитров. 160 миллилитров. Так, теперь нам нужен геркулес, овсяные хлопья. Доставай. Пожалуйста. Так, если верить нашей дорогой книге рецептов, нам нужно, нам нужно, нужно, нам нужен один мультистакан. Хорошо, давай, значит, откроем нашу помощницу сегодняшнюю. И достанем чашу. Замечательно. Может быть, ты подошь кунцовку? Да, сейчас, секундочку. Держи. Все. Так, ну, собственно, давай засыпаем. Как приятно на кухне с мужчиной находиться. Да, он все делает, а я так делю команду. Так, пользуюсь рецептом маргариты. Мы засыпаем. Не моим, а поларисом. Мы засыпаем поларисом. Кладем, собственно, пюре наше. Все полностью? Да, все полностью. Ложечку только не забудьте. Воспользуемся ложечкой, которая шла в комплекте. Да, опять же, все вкрай как удобно, все есть. Ни о чем не надо думать. Все удобно. Теперь нам нужно добавить немножко воды. Воды нужно 3 мультистакана. Подожди, не лей мультистакана. Вот водичка. Да, да. Наливай осторожненько. Не смотри на меня и кулинарную нашу брошюрку. Налей. Раз. Я буду считать, хоть что-то полезное сделаю. Два. И три. Глаз-алмаз просто. Так, и теперь это все нужно перемешать. Ну, это ты, естественно, тоже пока не будешь делать. Ты сегодня просто раскоманчивалась. Я сегодня украшение завтрака. Осталось только поставить нашу чашу в мультиварку. Так, помещаем ее в мультиварку. Мультиварку. Закрываем обязательно плотненько. Так, и переходим к программированию. Да. Так, нам нужно включить программу овсянка на 10 или 20 минут, 20 минут в зависимости от тех хлопьев, которые у нас есть. Но, в принципе, тут написано 5-10 минут варить. Значит, я думаю, 10 минут будет достаточно. Хорошо. Давай настроим мультиварку так. Так, включается она клавишей меню. Выбирай режим овсянка. Режим переключается тоже клавишей меню. Так, и ставь 10 минут. Есть кнопочка минуты, есть кнопочка часы. Часы переключаются на одну единицу, а минуты по 5 минут добавляются. То есть нам нужно нажать один раз на кнопочку. И потом мы нажимаем кнопочку старта, стартует наша программа. На кнопочке старт палец нужно подержать около 2 секунд. Ну, все, быстро и просто. Ну что, ждем нашу кашу? Да. Пойдем, ты пока мне что-нибудь расскажешь в это время. Пойдем. Расскажу тебе какую-нибудь интересную утреннюю историю. Ну, давай. Ну что, я думаю, уже готова-то наша кашечка. Да, давай посмотрим. Давай, вытаскивай. Вот наша кашка. Да, очень вкусно пахнет. Что, попробуем? Ну, давай, тебе как главному деятелю. Ну, а пока мы пробуем, смотрите дальше нашу передачу. Вот теперь я точно голодать не буду. Эта каша – настоящее произведение искусства. Алина, ну что ты все о еде да о еде. Мысли возвышенные. Искусство – это не только умение приготовить вкусные блюда, это еще и скульптура, пение, танцы, живопись. Кстати, тебе нравится такое направление в живописи, как авангард? Не знаю, не знакомо. Ну, знакомься. Глупым и неправильным считается все, что человек не в силах понять. Так уж сложилось. И в первую очередь от этого стереотипа страдает именно искусство. Мало кто предпочтет авангардистское творчество классическому. А зря. Ведь для того, чтобы по праву оценить это необычное художественное направление, особых усилий почти не понадобится. Для начала можно просто прийти в художественный музей-салон имени Лермонтова на выставку пенденского художника Сергея Уварова. Свою экспозицию мастер назвал «Студия». Студия от слова «штудировать», «стады», «изучать». Изучать, копировать, может быть, профессии, судьба художника как бы заключается в том, чтобы всю жизнь что-то изучать. Там нельзя как бы достичь какого-то уровня и остановиться. Все время пытаешься доказать что-то кому-то, что ты вот что-то умеешь. Все время. Все время учишься и все время штудируешь. Штудирует маэстро не только авангардное искусство. Львиная доля его работ написана в реалистическом жанре. Это как раз к мифу о том, что представители современного искусства не умеют писать. Еще как умеют. Просто обращаться к подсознательному опыту, как говорит сам автор, ассоциативному мышлению, гораздо интереснее. Я хочу, чтобы язык моих работ был современный. Я вообще преподаю училище, училище советского. И как раз пытаюсь своим студентам в первую очередь научить их думать, ассоциативно думать. Мастер призывает в первую очередь оперировать не реальными картинками, а образами, рождающимися фантазией. К примеру, что может быть общего у тортика и пляжа? Загадка сродни кэрловской головоломке про ворной конторку. Только Сергей Уваров, в отличие от английского писателя, может дать точный ответ. Где этой работой появилась у меня, глядя на торт, политый обильно шоколадом. Да, и вот я смотрел на него, и вдруг я так увидел вот в этих потоках шоколада, увидел фигуры людей какие-то, что-то. И вот у меня, и потом я сделал вот этот пляж. Автор экспериментирует не только с формой, но и с содержанием. Например, для этой работы Сергей вмешивал в акриловые краски глину, найденную в недрах земли далекой Удмуртии. Теперь камешки на картинке пензенского художника будут хранить в себе частицу далекой деревушки Юнды. Вот так иногда идеи не витают в воздухе, а просто валяются под ногами. Ходил, смотрел что-то, под ноги смотрел, вот эти камни под ногами, собирал их, что-то вот. Ну и вот такая родилась штука, как бы вот какая-то цивилизация современная по ним, по всему, по этому, как бы ду-ду-ду-ду проходит. Вот по этой старине по всей. По этим камням, которым тысячи лет, да, которые видели там чью-знать что. Может быть там это вообще камни с Марса, с какого-то. Полюбоваться камнями с Марса, пляжным тортиком и еще многими удивительными работами Сергея Уварова можно в Зареченском художественном музее-салоне имени Лермонтова. Раздвигайте грани подсознания, дайте своему воображению волю. Смотрите внимательнее и увидите. Когда у нас будет потепление? Я думаю, что скоро. Февраль, последний месяц зимы. Морозы скоро на спад пойдут. Ну не знаю, мне лично кажется, что холод у нас стоит уже в вечность. И вообще, с чего ты взяла, что скоро станет тепло? Мне так Мария Пономарева сказала, наш народный метеоролог. Доброго вам утра! Сегодня понедельник, 3 февраля. Начался последний зимний месяц, и он тоже холодный, хотя морозы немного и ослабели. По прогнозам синоптиков, сегодня в Заречном ожидается облачная погода. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 16 градусов мороза. Ночью 16-17 градусов ниже нуля. Успешной вам недели и с добрым утром! Чародейкою зимою околдован лес стоит И под снежной бахромою, неподвижною, немою, чудной жизнью он блестит И стоит он околдован, не мертвец и не живой Сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой Солнце зимнее лимечет на него свой луч косой В нем ничто не затрепещет Он ведь вспыхнет и заблещет Ослепительной красой Федор Тютчев Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился Сережа, я хочу открыть себе тайну Я умею предсказывать будущее Да ладно, удиви меня Ну вот сейчас, например, я чувствую, что впереди у нас на канале будет гороскоп Овну будет довольно сложно справиться с собственным языком Не то чтобы он заплетался Напротив, его придется старательно держать за зубами А то он такого наговорит Для Тельца мир будет именно таким, каким он желал бы его видеть В пределах возможного, разумеется Искренний совет, пользуйтесь этим на всю катушку Ненадолго ведь Близнецы, если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух Впоследствии ваша откровенность очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают У рака всякие поиски чего бы то ни было превратятся в изысканное удовольствие Это правда не означает, что все разыскные мероприятия будут удачны Найтись-то ведь может всякое Лев Сегодня грань меж сцены и залом сотрется Вы из простого зрителя вдруг станете актером и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям Свою роль вам надо сыграть наилучшим образом Дева, вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой или просто с просьбой уделить внимание Не отталкивайте страждущих Весы, сегодня в цене будут уши, готовые выслушать и понять Головы, умеющие в нужный момент кивнуть и души, согласные проявить безграничное сочувствие Будьте готовы, они наверняка окажутся вашими Скорпион, этот день предназначен для отдыха Но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный вариант Чтение, шахматы, головоломки Или хотя бы решите кроссворд и помогите ребенку с уроками Стрелец, если у слона разболится зуб Самое мудрое для оказавшихся рядом, быстро куда-нибудь спрятаться Если уж вам так охота высказать свое мнение Постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей заинтересованных лиц Козирог, любите ли вы ходить по магазинам? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед Развлечетесь, особенно если внимательно почитаете ценники Там право много интересного Водолей, если кто-то ждет, что вы будете выполнять его распоряжение Он крупно ошибается Вы будете неимоверно упрямы И скорее заставите весь мир плясать под свою дудку Чем уступите позиции хоть на йоту Рыбы, если вас мучает чувство неудовлетворенности Сегодня у вас будет шанс от него избавиться Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом Все, и на этом твои предсказания закончились? Нет Ну а что еще ждет нас впереди? А впереди у нас очень хороший сюжет И про что он? Ну что ты меня своими вопросами завалил? Возьми да посмотри Все, что происходит в программе Доброе утро Происходит в ней не просто так Кто-то ведь должен руководить всем этим безобразием Иначе капут всей системе Без нашего самого редакторского редактора Сумасшедшее творчество Добрых Утренников Никогда бы не вышло в свет Даже поздравления на собственный день рождения Наш Светлана Николаевна без внимания оставить не могла Что ж делать? Работа такая Света всегда с нами Даже если кажется, что ее нет поблизости Мистика просто Ой, какой ты, Господи, прости Ну да ладно, была не была О Светлане Теплухиной можно говорить долго и красиво В прозе и в стихах Фу, блин, все Но лучше всего она, конечно, расскажет о себе сама Необычный тембр голоса Бесспорная одаренность И фантастическое трудолюбие Вот составляющая ее успеха Ну и, конечно, железный характер Вы не смотрите, что она такая хрупкая и женственная Скажет, как отрежет Не будем сегодня этот сюжет давать И все тут А в случае чего может и чашкой запустить Чтоб не слишком шумели Впрочем, иногда каким-то чудом Мы все-таки умудряемся Свету порадовать Правда, если только повезет с погодой И получить ее по хвалу Что значит выучить Конечно, нужно рассказать и о скрытых фактах биографии Нашей прекрасной Светы Куда ты? Ну, а как известно, пока редактор на посту Его личная жизнь – недостояние народа Наверное, сейчас что-то нужно пожелать Любимому начальнику Че я хотела сказать, я же забыл Почему так происходит? И... Дорогая Света, в твой день рождения мы клятвенно обещаем сделать всю работу быстро, качественно и закончить сюжеты вовремя Чего? Чего? Любимый начальник, хочется сказать тебе еще много хорошего, доброго и, само собой, светлого Но кто же лучше тебя знает, что время программы «Доброе утро» не резиновое? И это все, о чем мы хотели... Нет, о чем мы успели Неправильно я сказала Скажем просто Мы тебя очень, очень любим Спасибо, что ты у нас есть И да, отдохни сегодня, как следует С днем рождения! Я вот всегда немножко завидовала капитану Врунгелю и Лому У них такое увлекательное и захватывающее путешествие получилось Вот как же я хочу куда-нибудь уехать и попутешествовать Желательно сейчас и желательно где-нибудь в теплых морях Это же так здорово! Приключения, тепло, опять же Ну, когда уже будет тепло? Эх, мечты, мечты, а тепло? Тепло будет летом Ну, тогда нужно собирать чемоданы и ехать в теплые страны Ну, куда ты поедешь? Ты оставишь меня одного Ведь впереди еще целая неделя ведения программы «Доброе утро» Заречный Так что никуда ты не поедешь Ну да, как же я тебя одного оставлю-то Дорогие телезрители, поезжайте вы хоть куда-нибудь погреться А если нет возможности, в конце концов и в русской зиме Можно найти много хорошего Искрящийся снег, бодрящий морозный воздух И уже не за горами весна С добрым утром и не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!